Это очень важная decisión о том, что Россия в Мундиале. Против России проголосовало 30. Наши команды отстранили от почти двух десятков соревнований. FIFA и UEFA ведут себя не по закону. Это дизастер для русских атлетов. Не беспокойтесь, все нормально. У нас футбол. Мы исходим из того, что вот этот запрет будет отменен. FIFA не может проиграть в Лозанском суде. Вот и ответ. Тогда давайте вазим. Пожалуйста, верните нас, и это будет очень жестко. Норман направил уведомление о расторжении своего договора. Куда ты не начинаешь ее копать про Россию, ты упираешься в деньги. Твой прогноз, сколько лет РФС? Слушай, ну, 10. Миш, привет. Привет. Ты самый известный спортивный юрист России. Работаешь с олимпийской сборной, помогал РФС в вопросе возвращения. Мы встречаемся в момент, когда законы не работают практически. Поэтому хотим с тобой все это обсудить. Супер, давай. Хорошо. Но для начала расскажи про самые известные свои кейсы. Не только связанные вот за последние два года, а вообще в целом. Чем ты гордишься? У нас есть компания, которая получила мировую известность силы International Lawyers. У нас офисы в семи странах. И у нас команда из около 20-25 топовых, я считаю, топовых, одних из лучших в мире юристов. Большинство из которых прошли путь от студентов до мастеров своего дела в нашей компании. И я ничего один не делаю. Я не прихожу, знаешь, как в сериале «Сьютс», и не выиграю дело в одиночку. Всегда за мной стоит команда, как за тобой, собственно. Я, может быть, какой-то такой фронтмен, который более так повелось, что отвечает на вопросы. И что касается наших дел, слушай, но началось все, я не знаю, наши зрители, я думаю, помнят. Не все уже такие футболисты, как Дзюба, Денисов, Тарасов. У нас споры, это лишь, не знаю, процентов 15 наших дел. Мы представляли и Капелло, Фабио, когда, ты помнишь, он подписывал контракт с РФС, и Николай Александрович Толстых сделал нам с Юрой большую рекламу, сказав по телевизору, что если бы он знал, что про капец Зайцев он делает контракт, он никогда бы его не подписал. И тогда, как бы, да, наше имя попало в публичную плоскость впервые. Это и Абаскаль, наш клиент, Федотов наш клиент, не знаю, там, практически все футболисты сборной России в той или иной степени каким-то образом с нами сотрудничают или там сотрудничают. Наши остальные офисы тоже огромное количество громких дел имеют, просто мы не все можем раскрывать в силу того, что, например, в Швейцарии положения конфиденциальности немножко другие, чем в России, вообще ничего нельзя говорить. Тем не менее, да, вот, если помнишь дело Герреро, когда он поехал на чемпионат мира, наш партнер представлял Герреро в федеральном суде Швейцарии. Дело, прозвучавшее на весь мир. Ну, не знаю, в силу конфиденциальных причин мы не можем сейчас раскрывать европейские трансферы, там, но, например, могу сказать, что в ПСЖ в этом году несколько трансферов, которые громыхали, делали юристы нашей компании. В 2021 году наша компания открыла офис в Валенсии, юридическое представительство. Главой этого офиса был назначен Иван Быковский, российский юрист, который около восьми лет прожил здесь и работал в одной из самых серьёзных юридических фирм. Хуан де Диос Креспо, адвокат, который имеет мировую известность, Иван, скажем так, набравшись опыта, отправился в свободное плавание, и мы предоставили ему такую возможность, открыв здесь офис. И в 2022 году мы приехали сюда, чтобы усилить, скажем так, европейское направление, потому что мы за последние годы приобрели огромное количество клиентов в Европе, все трансферы в Россию практически делались с нашим участием, огромное количество связей, агенты, клубы, и мы подумали, что было бы логичным развивать это направление. Я, соответственно, был делегирован сюда для того, чтобы усилить Ваню, подставить ему плечо, скажем так. И сейчас мы активно развиваемся в Европе. У нас огромное количество клиентов, которые никак не связаны с Россией. Румынский тренер обратился сегодня буквально к нам с помощью посудиться с индонезийским клубом. И таких случаев у нас огромное количество. Есть уже испанские клиенты. И самое главное, что Валенсия, на удивление, я со всеми разговариваю, это город спортивного права. Реально тут находится минимум пять крупнейших, не просто каких-то там посредственных, но реально крупнейших фирм и компаний по спортивному праву, спортивных юристов. Вы хотели вернуть РФС к соревнованиям. Не получилось. Смотри, давай я немножко с другой стороны зайду, чтобы, может быть, зрителям было удобнее ориентироваться. То есть у нас, когда произошло СВО, так мы говорим, у нас огромное количество проблем юридических началось. И все кейсы, все дела, которые стали возникать, я бы разделил, в принципе, для простоты ориентирования на три категории. Первая категория — это соревновательные дела. Это отстранение чемпионата мира, чемпионата Европы, Еврокубков. Это все, что связано с соревнованиями. Спор РФС против ФИФА — сборную отстранили, верните. Спор РФС против УЕФА — сборную отстранили, верните, уже в Европу. И спор клубов, четырех клубов, которые участвовали, вышли в Еврокубке. Спор против УЕФА. Ребят, мы хотим в Еврокубке, верните. Это было три дела. Все три отклонено Лозаннским судом. Вторая категория дел — это дела с аннексом седьмым. Это то приложение, аннекс приложения. Приложение номер семь к регламенту по статусу и переходу футболистов. Это как бы конституция ФИФА, посвященная трансферам, по которой разрешили уходить футболистам-иностранцам из России и из Украины. Это вторая категория, огромное дело. И третья категория — это все остальные дела, которые напрямую с первыми двумя не связаны. Это запреты на... Когда клубы отказывались платить, на Талантен по Мирончаку, Дженуа по Шумуроду, Весхэм по Кралу. И вот эта вся история. Весхэм по Влашичу, Норман, Бет Ботхейм. Вот эта вся история, которая где-то сбоку напрямую не связана первыми. Вот это три категории дел. Ты сейчас хочешь поговорить про первую. Я хочу про первую, потому что... Давай, давай. Я хочу понять. Очень часто я встречаю такую формировку, что юридически ФИФА и УЕФА ведут себя не по закону. Что они ведут себя, ну, не соблюдая какие-то уставы. Мы рассматривали дело в КАС, Лозаннский арбитражный суд, и дело было проиграно. Очень важно, что отклонено было большинством голосов, не единогласно. То есть рассматривают дело три арбитра, и очень редко в таких политических делах они голосуют большинством голосов. Это значит, что один арбитр проголосовал за Россию. Это очень важно. И когда мы выступали сейчас с коллегами, обсуждали, мы говорим, ребят, у нас по всем делам большинство... Я потом буду рассказывать. У нас по всем делам большинство голосов. То есть в любом случае в панели арбитров был раскол. Это очень важно, потому что мы добились того, что как минимум модерн арбитр встал на сторону России. Это беспрецедентно. Обычно вы по таким политическим делам... До свидания. Все. Вот. В чем проблема КАС по этим делам? КАС, к сожалению, я не хочу никаких резких делать заявлений, но, к сожалению, наблюдается тенденция, назовем это так, при которой по таким политическим делам, как споры против FIFA, против UEFA, против Олимпийского комитета, достаточно трудно выиграть... Опять же, это очень сдержанные формулировки. Достаточно трудно выиграть по любым делам против огромных корпораций. Связано это... Некоторые, да, некоторые связывают это с тем, что 80% дел, КАСа, это футбольные дела. И, соответственно, если футболу решит в какой-то момент, что мы не будем рассматривать больше дела в КАСе, то КАС просто обанкротится. И поэтому злить эти организации КАСу не хочется. Недавнему герою нашего канала, Магомеду Аздоеву, этим летом не выдали британскую визу. Из-за этого Хабеку Пауко пришлось пропустить еврокубковый матч против шотландского Харца. И таких примеров очень много, не только в спорте. За последние полтора года россияне сталкиваются с огромным количеством отказов. Например, визах, на открытие банковских счетов, на въезд в Европу на автомобилях, зарегистрированных в России. Получение второго паспорта оптимальный вариант, чтобы спокойно передвигаться по миру, вести глобальный бизнес или делать международную карьеру. И для получения второго паспорта не обязательно много лет жить в другой стране или иметь там корни. Есть официальные государственные программы золотых паспортов, то есть гражданств, которые можно получить за деньги. Главное, что это абсолютно честная и прозрачная сделка. Вы инвестируете в экономику страны и получаете паспорт, который поможет поехать куда захотите, получить визу или ВНЖ в Европе, а также открывать счета или вести бизнес. Словом, снять все ограничения, которые есть сейчас. Один из все еще доступных вариантов для россиян гражданство в Энуату. Маленький остров у берегов Фиджи и Австралии самый реальный вариант. Паспорт в Энуату можно оформить всего за 2-4 месяца. Правда, программа может закрыться для россиян уже очень скоро, как это уже произошло в марте с карибскими странами. Там получить золотой паспорт россиянам больше нельзя. Подобный сценарий вероятен и для Венуату, но пока что время есть. О том, как грамотно воспользоваться этим шансом и какие еще есть опции альтернативного гражданства или ВНЖ, вы можете узнать у иммиграционных экспертов и юристов компании Астонс. В Астонс более 30 лет сопровождают гражданство и ВНЖ за инвестицией. Получить бесплатную консультацию специалистов Астонс можно прямо сейчас в удобном Телеграм-боте. Ссылка на него находится в описании под видео. Вперед! Я могу что угодно говорить. Я могу говорить там, не знаю, это несправедливо или что-то, но есть закон. Основной аргумент FIFA и CAS был в том, что... Два аргумента. Первое. Безопасность. Они говорили, мы не знаем, что произойдет, если вы приедете в Польшу играть. Ну, типа, мы не знаем. Мы говорим, хорошо, мы не знаем, и мы знаем, что произойдет что-то. Это, говорю, большие вещи. Большая разница. Они говорят, слушайте, мы как организаторы соревнований, мы не можем на себя взять такую ношу, мы не можем рисковать. Мы даже одним процентом. Это вот как бы... И CAS посчитал, что они имеют право на это как организатор. То есть организатор имеет право на все, что угодно, по их мнению. И второе, это то, что мы просто с вами отказываются играть. Вот. На что мы тоже говорили, ребята, у нас есть регламент, с нами отказываются играть, давайте им 3-0. Потому что вы же должны по регламенту, вот в регламенте написано 3-0. На что они говорят, ну да, один раз 3-0 это как бы по регламенту, два раза 3-0 по регламенту, а когда 15 раз, это уже просто разрушение самого соревнования. То есть соревнование разрушается, потому что вы в нем участвуете. Очень важный момент была дискуссия по поводу, почему вы раньше такого никогда не делали, а сейчас вы обратили внимание на Россию. Вот Иран, там убивают людей камнями на улице, там еще. И FIFA, и КАС, они очень важную вещь сказали, они сказали, что это вопрос масштаба, типа скейл, они говорят, разный скейл. И мы говорим, а что, какая разница, смерть одного и смерть ста, это как мы будем взвешивать теперь на весах. На что они сказали, нет, проблема в чем? В том, что вы настолько большие, Украина с Россией, что вы влияете очень серьезно на весь ландшафт, на ландшафт европейский. То есть условно, Иран, и они специально там, мне понравился этот аргумент, и понравился их ответ. Они говорят, ну вот в Иране играют три легионера, и там типа трансферов, три трансфера в год. У вас играет 200 и там 50 трансферов в год, и в Украине столько же. И вы просто настолько большой как бы игрок, что вы, вас нельзя не заметить. Вот. И это очень важный аргумент. Типа масштаб, когда мы будем в следующий раз так говорить о каких-то других конфликтах, надо все время иметь в виду масштаб. То есть вопрос, извини, Армении и Азербайджана, я думаю, что как бы можно справиться и какими-то точечными темами. Тогда может быть сборная России могла бы играть все свои матчи. Все свои матчи в Турции, в той же Армении, в Сербии. Вот. И соответственно... Это мой аргумент. Мы говорим, ребят, как бы вы нам объясните это наказание или это типа необходимость. Потому что если это необходимость, мы предоставляли подтверждение, что мы можем играть в Турции, мы можем играть в Казахстане, если это необходимость. А если это наказание, тогда скажите, что вы нас наказываете, что вы выбираете какую-то сторону в этом конфликте и соответственно это наказание. Тогда вопросов нет, если вы нас наказываете. Но они же этого не говорят. Они говорят, мы заботимся о безопасности. А какой безопасности вы заботитесь? Сколько прошло? Год, не знаю, полгода прошло, хоть один случай есть, когда на какого-то болельщика или там какое-то произошло нападение или там у нас клубы играют в Европе, товарищеские матчи проводят. Что-то произошло? Нет, не произошло. Тогда что? Это не наказание. Получается, что по всем регламентам FIFA, UEFA, РФС не наказали? Еще раз тебе говорю, что они говорят, что FIFA и UEFA говорят, что это необходимость, связанная с безопасностью. Понимаешь? А выглядит это все как наказание. В этом и была проблема. То есть мы говорим, ребят, вы нас наказываете, если наказываете, покажите на основании какого пункта, где написано, что там, типа, да, началась СВО, и вы как бы, вы FIFA и UEFA определяете правую сторону в конфликте, вы правы, вы правы, независимо от моего личного мнения или кого-то еще. Вот FIFA, в уставе написано, что FIFA определяет правую сторону, и в связи с этим руководствуется, наказывает. Они говорят, нет, мы так не делаем, это безопасность. Мы говорим, какая безопасность? Покажите доказательства опасности. Они говорят, ну, их нет, но возможно. Ну, ты понимаешь, это настолько, как бы, усложняет твою задачу как юристика, когда тебе говорят, ну, типа, нет, ничего нет, но вот возможно. Давайте просто отталкиваться от возможности. Ну, возможно, что иммерсиане там, да, прилетят, высадятся. Ну, как бы, от этого нет защиты. От слова возможно нет защиты. Они говорят, опасности сейчас нет, но, а что, если будет? И ты такой, ну окей, а что я могу на это сказать? Хорошо. Ты считаешь, что срок РФС не получится? На виду, конкретно срок не получится? Нет, там написано до дальнейшего уведомления. Дальнейшее уведомление будет происходить, видимо, когда СВО закончится. Софьян Абрабат, лидер сборной Марокко во время чемпионата мира в Катаре, влип в курьезную ситуацию. Хавбек едва успел на второй тайм игры с Хорватией. В перерыве он снял щитки и долго не мог их найти. Амуницию кто-то прикрыл полотенцем. Этим летом Абрабат перешел в Манчестер Юнайтед и долго не появлялся на поле из-за травмы. Юный болельщик Амью решил подбодрить новичка как раз щитками. Мальчик потянул их Софьяну, тот собирался расписаться, но с удивлением узнал, что это подарок. И пообещал надеть их на свой дебютный матч в АПЛ. Отличные подарки, причем безо всякого повода, раздают и мои друзья из Винлайн. В их соцсетях проходит грандиозный розыгрыш. Вы можете получить один из iPhone 15 Pro Max, AirPods Max или PlayStation 5 с игрой AC24 в комплекте. А также 500 тысяч фребетами. Условия участия элементарны. Нужно подписаться на сообщество Винлайн в одной из социальных сетей. В Телеграме, Инстаграме или Вконтакте. И вы в игре. А чтобы увеличить шанс на победу, участвуйте на всех площадках сразу. На каждый из них свой розыгрыш и свои победители. Ссылка у нас в сети Винлайн в описании. Переходите и побеждайте. А вот если было интересно, может такой вопрос цинизма. Но, то есть для юристов нормально браться за дела, когда они знают почти на 100% что они проиграют? 100%. То есть нормально? Да, абсолютно. Немножко отвлекаясь от спортивного права, у нас все адвокаты берутся за такие дела в России. У нас обработательных приговоров десятые сотни процента. Одного процента. То есть им что, не работать теперь? Чувак, тебя все равно посадят. Давай, до свидания. Не, ну это значит, что ты проиграешь дело. У нас много было судов, когда мы говорили, ребят, вы проиграете. Они говорят, мне все равно, я хочу принципиально показать другой стороне или всем, что с нами так нельзя. Ты не забывай, что в процессе суда генерируется количество костов для всех сторон. И другая сторона должна нанимать адвоката, другая сторона должна платить косты в суд, косты и сдержки. И были случаи, когда мы шли изначально в суперпроигрышное дело, но та другая сторона была не готова к этой длительной пикировке. Она говорила, ладно, давайте мириться. И вот просто за счет этого мы знали, что если будем дальше судиться, проиграем. Другая сторона не готова была платить юристам, например, два года. И они шли на мировое. Поэтому, еще раз, я всегда перефразирую Дюкова, лучше судиться, чем не судиться. Как бы если он говорил, лучше играть, чем не играть. Я говорю, лучше судиться, чем не судиться, потому что в споре рождается истина. И во многих ситуациях не главная победа. Я буду рассказывать про аннекс седьмой. Ты увидишь, что мы все знали, что мы проиграем. Мы все знали. И я расскажу, почему и так далее. Но что получилось в итоге, это абсолютно феноменальная вещь. Окей, дополню. А если юристы знают, что их клиент преступник, все равно верутся? Слушай, я не могу отвечать за адвокатов, потому что этот вопрос все-таки адресован адвокатом. Я не могу, я не имею права, у меня нет лицензии, я не имею права представлять людей в криминальных, в уголовных процессах. Поэтому наши клиенты не преступники, не могут ими быть. Да, бывает такое, что есть допинговые дела, где приходят клиенты, и ты видишь, что, как доктор Хаус говорил, все врут. В допинговых делах 99% врут. А ты приходишь и говоришь, что ты принимал? Нет, вообще никогда не в жизни. А потом приходят данные экспертизы, которые показывают тебе, что он тебя обманул. Это неприятно. Еще раз, каждый имеет право на защиту. Я исхожу из этого. Каждый имеет право на ошибку, каждый имеет право на защиту. Если ты ошибся, что ты лишаешься любых прав? Нет. Опять же, у нас есть определенные красные линии, за которые мы не можем заходить. Мы определили в своей фирме, что мы не представляем определенных людей. Каких? Для меня важно, чтобы человек не переступал мои моральные ориентиры. Если у меня есть тот мой компас моральный, моральный камертон, если я все-таки понимаю, что он сделал что-то, что я не приемлю в жизни, то я, скорее всего, не буду его защищать. Мы договорились с фирме, что мы таких спортсменов не представляем. И у нас было несколько случаев за прошедший год, когда мы отказывались. Ты говорил про красные линии вчера. Артем Дзюба в интервью нашему каналу поддержал Владимира Путина. Сказал, я до конца с президентом. Летят красные линии? Он только клиент, как я понимаю. Артем Дзюба не наш постоянный клиент, Артем Дзюба клиент время от времени. Когда у него возникают вопросы, сделать контракт или посмотреть спонсорский контракт, он к нам приходит, и мы с удовольствием с ним работаем. Это его личное мнение. Может быть, оно со моим и расходится, но от этого я с ним общаться не перестал и не перестану. То же самое касается и Умара Кремлева. С ним тоже ты спокойно взаимодействуешь. Абсолютно спокойно. Умар Кремлев – чиновник топ-уровня Международной федерации бокса. Это один из немногих российских, как сказать, функционеров, который занимает такие посты в Международных федерациях. Если бы были к нему какие-то вопросы у Международных федераций, он бы давно перестал это занимать, эту должность. Поэтому работа есть работа. Миш, по десятибалльной шкале как оценишь свое состояние? Не финансовое, я имею в виду, а моральное? Слушай, ну, десять. Десять? Да, я думаю, что десять. Потому что если ты спрашиваешь именно про меня как человека, а не как юриста, то посмотри вокруг, посмотри на эту красоту. Это Валенсия, это солнце, это море, это прекрасная еда, погода, друзья. Мне очень тут нравится, очень классно. И омрачает, конечно, мысль то, что происходит во всем мире, но ты стараешься в какой-то момент абстрагироваться, иначе сойдешь с ума. Каждый день думскроллинг, мы заменили походами на пляж, на футбол и занятия спортом. Объясни, зачем ты стал спортивным юристом? А ты зачем стал журналистом спортивным? Потому что я любил футбол, это была моя главная, и есть моя главная страсть. То же самое. Абсолютно то же самое, потому что я помню, я прям это четко помню, что когда я учился в университете, в РГГУ я учился в историко-архивном, на Никольской, историко-архивной, и когда нужно было писать диплом, все писали там типа гражданское право и уголовное право. Я понимал, что мне это вообще смертельно не интересно, потому что уже 10 тысяч аналогичных дипломов было написано для меня, и я написал первый диплом свой, посвященный религии, институту церкви и трудовым правам, работникам в этом институте. Это вообще супер, как бы, новаторская была работа. И в следующем году я подумал, а что еще можно такое сделать? Я понял, что про футболистов и про их трудовые права ничего не написано. И я начал просто из того, что я не хотел делать то же самое, что и все остальные, и я начал изучать эту тему. Но я и любил футбол, да, то есть я пропадал все детство на футбольных площадках. У меня папа был футболистом, ну, такого любительского клуба в Обнинске, город Обнинск. Вот, и все, как бы, да. А дальше уже мне позвонил Денис Игоревич Рогачев. — И позвал в РФС. — И позвал в РФС, да. Я отправил резюме, как раз там пришел Мутко после Колоскова, и нужно было с нуля набирать юристов. И я до сих пор помню, когда мне звонил Денис, я был в метро, я ничего не слышал, я вышел на улицу, перезванивал ему, и он мне говорит, переходи в РФС. Я говорю, что? Я не мог поверить, потому что я отправил на шару, как бы, да, этот свой резюме. — А почему ты ушел из РФС довольно быстро? — Ну как довольно быстро? Я там отработал три с половиной года. — Ну, мог бы начинать работать? — Мне все устраивало. Просто в какой-то момент я понял, что я достиг там потолка. Я был там в комиссии по агентам, мы проводили экзамен, я был ответственный секретарь. В КДК я посмотрел на эту сторону, да, работы РФС. Мы написали все документы заново, с нуля абсолютно. Дисциплинарный регламент, регламент поставки. То есть я сделал все, что я хотел, и когда меня позвал Игорь Кондрашов, сейчас он, кстати, главный юрист в Сбербанке, тогда он позвал меня в юридическую фирму ЮС и сказал, давайте делать с нуля практику спортивного права в юридическом консалтинге. Это тоже была одна из первых таких опытов, и когда он меня позвал, мне показалось это интересным, и я, собственно, пошел туда, и там уже отработал пять лет в консалтинге. Миша, объясни мне, ваша компания за какое-то короткое время стала практически монополистом футбольного рынка юридического. Объясни, у вас вообще нет конкурентов? Мне всегда было интересно, любая история юридического футболя, она чаще всего приводит к Прокопцу. А где твои конкуренты? То есть их нет, что ли? Или они есть? Как это вообще произошло? Слушай, ну это, наверное, вопрос над конкурентом, потому что мы действительно, мы просто делаем нашу работу, мы кайфуем. То есть мы записываем подкасты, около 60 выпусков подкаста «Сила права». Обязательно на всех платформах слушайте этот подкаст, мы там разбираем все юридические вопросы именно простым языком для чайников, скажем так. Мы ходим, организуем семинары, на следующей неделе у нас будет семинар «Силы» в Ташкенте. То есть мы едем в неизвестный рынок, мы привозим туда ребят из FIFA, из Лозангского суда, просто потому что нам нравится. Поэтому мы не зацикливаемся просто, знаешь, на работе. Вот мы работаем в спортивном мире, мы развиваем отрасль. Мы понимаем, что если мы не разовьем отрасль, никто ее не разовьет. Что касается конкурентов… Хорошо, кто главный твой конкурент? В России нет. Нет конкурентов в России? Это не слишком самоуверенно? Это факт. Это факт? Это факт. Красиво. В мире есть, я думаю, 5-6 фирм сопоставимого размера и сопоставимого уровня решаемых задач. FIFA, FIFA, мы все знаем, это такая хорошая бюрократия. И, кстати, эти организации и в самой Европе. Я имею в виду общественность футбольная. Дальше не футбольная, а болельщики, фанаты, журналисты. Они не очень воспринимают. FIFA, FIFA — ничего, что такие старые, закостенелые организации, где очень тяжело найти прогресс. Ну, конечно. Слушай, ты видишь, и в FIFA, и в FIFA президентов нам ногами вперед выносят. Их невозможно сменить. То есть был Блаттер, его вывели в наручниках. Второй теперь у нас инфантина. Который просто не появляется сейчас в Швейцарии, потому что его тоже ждут прокуратура на допрос. И он же, по крайней мере, в ДОХе. Он же в ДОХе. Сейчас, ты знаешь, все FIFA переезжает в Америку. Просто встает из Швейцарии и переезжает в Америку. Все там 500 человек. Ну, кроме каких-то департаментов каких-то. Почему вопрос? Почему это делаешь? Почему один человек на выборах всегда у них? Ну, то есть их поэтому и не любят, потому что очень много в тени, очень много вопросов к ним. Но пока у них есть вот этот кэш-машин чемпионат мира, это одновременно кэш-машин и одновременно такой Грааль. Если ты хочешь к нему прикоснуться, ты должен идти на поклон к FIFA. Если ты от него отстраняешься, то у тебя просто болельщики тебя сносят. То есть это win-win для них. И деньги, и влияние. Вот, чемпионат мира. Возможно ли как-то, что РФС пытается с ними коммуницировать через каких-то таких серых кардиналов, людей, каких-то агентов влияния и так далее? Слушай, я ничего не знаю про это. Но видно... Но я бы на месте РФС это и делал бы, потому что это их работа. То есть мы находимся сейчас в такой изоляции, и их работа всегда держать руку на пульсе. Постоянно, ребят, а сейчас, а сейчас. И в принципе, если ты умный человек и разбираешься в футболе в российском и международном, ты видишь, что происходит. Крымские клубы. Никто не обратил внимания. Молодежка первая. УЕФА допустила. ФИФА допустила. То есть есть какие-то знаки, которые... Если РФС этим занимается, то понятно, что они это не афишируют. Но мы видим, как бы, что позиция ФИФА и УЕФА достаточно лояльная к России. Мне кажется, что это какой-то знак со стороны ФИФА и УЕФА. Ребят, не уходите в Азию, там условно, давайте подождем, вот вам что-то. Ну, вот вам молодежка. Ну, по поводу крымских команд, здесь, мне кажется, важно уточнить, что такая сейчас полупозиция у всех. С одной стороны, крымские клубы, они играют не в футболе профессиональном, потому что реформирована ФНЛ-2, как я понимаю. И это полулюбительское соревнование. Ты же понимаешь, что, как бы, ну, это все аргументы только для тех, кто их хочет, эти аргументы слушать. Если ФИФА скажет, блин, ребят, мне вообще все равно. В Крыму находится этот клуб? В Крыму. До свидания. А все вот эти аргументы о том, что это полулюбительский, это дивизион другой, там, и так далее, да? Ну, окей. Если ФИФА, как бы, их эти аргументы принимает, значит, видимо, какая-то работа идет. Миш, если в следующем году, в сезоне точнее, клуб из Ялты или из Севастополя выйдет в НЛ, а это вероятно… Он не выйдет. Не выйдет? Ну, нет, конечно. Почему нет, конечно? Ну, потому что ты сказал только что про профессиональные клубы. Я думаю, что есть определенная договоренность о том, что, ребят, пускай там, вы играете там, да, мы вас допускаем, но только давайте без, без вот этого, выхода в профессиональный дивизион, выхода в премьер-лигу. Я думаю, что нет. То есть не стоит ждать клубы, фанел или тем более… Ну, давай посмотрим. Ну, ты в это не веришь? Я нет. Интересно, потому что получается, что как только есть выход у клуба из Ялты, условно, в ФНЛ, то у FIFA и UEFA есть юридическое право отстранить. Послушай, в резолюции, которая приняла UEFA по поводу крымских клубов, да, когда они, помнишь, создавая, создали специальную зону, нигде не сказано ни слова о том, что, ну, это только для профессиональных клубов. Любительские могут. Есть устав FIFA, в котором сказано, что для того, чтобы команда с территории одного государства, неважно любительской, нелюбительской, приняла участие в соревнованиях другого государства, нужно согласие двух сторон. И в прошлой федерации, то есть Украины, и FIFA. Там нет слова «любительской». Соответственно, это просто вопрос закрытых, открытых глаз. Я правильно говорю из твоих слов, что, в принципе, незаметный обществу прогресс в отношениях РФС и UEFA есть? Ну, я, во всяком случае, этот прогресс вижу. Ну, как бы, для меня он есть. Я не знаю, общество я или нет, но, как бы, я его вижу. Допуск судей, Карасёв в частности, да, он… Один из этих знаков. Один из знаков, правильно? Да, да, абсолютно. Ты веришь, что Карасёв будет судить матч Лиги Чемпионов? Или Лиги Европы? Слушай, ну, UEFA тебе дали комментарий о том, что российские функционеры не отстранены, да, как команды. То есть, там, Дюков и все остальные, они не отстранены. Поэтому и судьи тоже не отстранены, видимо. Поэтому, как бы, это не то, что если отстранили какие-то команды, да, то отстранили вообще всех физиков, физические лица. Видимо, нет, как бы, нет такого запрета. Я не знаю, что произойдет, если его назначат, да, что произойдет с, там, какими-то бойкотами, там, да. У нас бойкоты теперь очень важные, важные инструменты. Может быть, там команда скажет, мы не будем, там, выходить на поле, я не знаю. Но, как бы, на данный момент, видимо, нет юридических каких-то препятствий. Твоя цитата из прошлого года. В мире сильны антироссийские настроения. Повсюду миллионы украинских беженцев. Ситуация меняется по настроению антироссийских? Как ты говорил? В какой момент я такое сказал? Ну, в прошлом году. В прошлом году, наверное. Ну, может быть, какой-то контекст нужен для этого? Ну, хорошо, я конкретизирую. Антироссийские настроения, о которых ты говорил, они меняются? В футбольных кабинетах Европы? Ну, судя по тому, что мы до сих пор как бы не играем нигде, то я думаю, что ничего не изменилось, и изменится только в том случае, когда закончится СОО, как мы уже обсуждали. Антироссийские настроения именно в отношении людей, да, именно там, как физических лиц, я не вижу. Наши футболисты играют в Европе, можешь сам с ними, ты сам с ними общаешься, ты можешь спросить, какие антироссийские настроения, с какими они сталкивались. Я уверен, что ни с чем они такими не сталкивались. Это скорее какое-то политическое давление, да, на руководство нашей страны. То есть в чём как бы смысл того, что делает руководство нашей страны? Они говорят, ребят, не беспокойтесь, всё нормально, у нас футбол, жизнь продолжается, ничего страшного не происходит. А задача санкций, она сделать так, чтобы ты в какой-то момент пришёл на стадион, да, или там, не знаю, в магазин, или на заправку, и понял, что на самом-то деле что-то происходит. И вот как бы вот эти два вектора, они сталкиваются. И ещё раз, простых людей как бы в Европе это не касается. Это всё-таки больше политическая история. Как в другой теме? Про Азию. Честно, я вообще немножко потерял суть этой истории. Там нет сути, мне кажется. Ну, моё мнение, то, что я знаю. Мнение и такая немножко, надеюсь, достоверная информация. В конце прошлого года, в декабре, РФС шёл в Азию. Это не было в виде дискуссии. Это было более-менее принято внутри футбольного сообщества, ну, именно руководства РФС, решение. Потом решение отменили. Главная формулировка, я удивлён, что она как бы в конце всплыла, а не в начале, что дальше поменяем федерацию, конфедерацию, то нас FIFA не допускает всё равно. То есть я не понимаю, когда ты готов идти в Азию, что так саркастично реагируешь? Да потому что я уже стал слушать вот этот весь бред, который несут блогеры. Ну, всё, тогда пойдём в Азию. Всё, мы идём в Азию. Лучше играть, чем не играть. Ребята, где вы собрались играть? Вас отстранила FIFA. Все, кто понимает устройство футбола, понимает, что вот это пирамида. И, соответственно, наверху есть FIFA. И если тебя FIFA забанило на чемпионате мира, это означает, что куда бы ты ни перешёл, в океанию, в Южную Америку, в Азию, ты везде… К чемпионату мира тебе это не приблизит. И все люди, которые рассуждают о том и рассуждали, ну вот нам надо успеть, там уже отбор на 26-й год стартует, как бы в Америке причём, замечу, чемпионат мира. Вот нам сейчас надо переходить в Азию, и там уже всё, там входить туда с проектами большими. Ребят, вы на чемпионат мира от этого не попадёте. У нас есть решение FIFA, засиленное кассом, что вы не играете на чемпионате мира. Переходите вы в Азию, не переходите, это вас не приближает. Переход в Азию даёт сборной России шанс сыграть, например, на Кубке Азии. Ну смотри, опять же, там какой-то блогер очень, я на sports.ru прочитал, написал, когда эту тему изучал, очень интересная мысль. Он говорит, что, смотрите, ребята, была резолюция ООН о осуждении и агрессии в Украине. Проголосовала из азиатских команд за, условно, или воздержалась, или проголосовала за 17, из тех, кто входит в Азиатскую конфедерацию. Против России проголосовала 30. Вопрос. Нас не отстранили в Азии просто потому, что мы не играем в Азии, как UEFA нас отстранила. То есть мы как бы… Кто вам сказал, что в Азии вас не отстранят от азиатских соревнований? То есть была такая уверенность, что… Нам надо просто перейти в Азию и все. Я тебе скажу. Как ты говоришь о закулисных играх, которые… Не играх, а работе, которая ведется. Работе, да. Да, UEFA. Когда был пик вот этих разговоров про переход в Азию, это был чемпионат мира в Катаре. Ноябрь-декабрь прошлого года, где, соответственно, проводилась Одесская конференция футбола, турнир. Ну, глобально, да, он проходил в Азии. И очень много людей из России были там. И, как я себе представляю, вели разговоры, переговоры с азиатскими чиновниками футбольными, там, с принцами и всякими большими людьми, которые кивали головой, что мы Россию-то глобально ждем в Азии. А хоть одно заявление было от принцев? Ну, то есть как бы… Хорошо. А в UEFA были заявления, что мы рады, не знаю, там, допустить или, я не знаю, там, вернуть Карасева? Тоже все очень аккуратно. Нет, окей, еще раз, мы не знаем, да, мы не будем говорить о том, чего мы не знаем. Чисто юридически ситуация выглядит так. FIFA вас забанила, чемпионат мира, вы не поедете ни при каких условиях, приди вы в Азию, в Океане, не знаю, куда угодно. Второе. Вас должны принять. То есть как происходят процедуры. Ты должен сначала выйти из UEFA и пойти на Конгресс Азиатской Федерации, который проходит, напомню, раз в два года. Его могут там при определенных условиях собрать иначе, но ты должен как бы два года находиться как бы в подвешенном состоянии. Я еще раз подчеркиваю, я плохо разбираюсь во всех этих нюансах юридических. Со стороны моего мнения, мне кажется, что в данном случае проблема не в том, что Азия нас не ждет. Азия, возможно, в ожидательной позиции. На мой взгляд, проблема в том, что РФС, логично, не хочет уходить из UEFA. И UEFA, на мой взгляд, организация, не хочет терять богатую Россию, они привыкли к богатой России, которая чемпионаты мира проводит классно, финалы лиги чемпионов, спонсор «Газпром», спонсор огромное количество денег из России поступало в европейском футболе, они не хотят терять этот, не то что рынок, а этот поток денег, который приходил в UEFA. Это нормально, это нормальное поведение. Мне понравилось, как Чеферин сказал, с точки зрения болельщиков, что когда ваш футболист любимый улетает на Марс, вы просто не подключаете себе чемпионат Марса по футболу, вы перестаете просто интересоваться. Он говорит, что Бензима ушел куда-то там, что-то там, и все. И поэтому я понимаю болельщиков тоже, и я сам такой. Мы все нашего возраста, мы выросли на Ювентусе, Милане, на Лиге чемпионов. И для меня дико, конечно, если действительно они там окажутся в итоге в чемпионате Азии, я думаю, мы даже просто смотреть не будем. Не потому что это плохо, не потому что это плохой уровень, а просто потому что, ну не знаю, чемпионат Марса же не будешь смотреть. Для меня это чемпионат Марса такой же. Ты тоже говорил про кейс Израиля, да, очень, мне кажется, показательный по поводу того, когда Израиль, который играл в Азии, и который находится географически именно в Азии, он перешел в УЕФА. Честно, вот признаюсь тебе, я раньше, когда не было еще проблем с Россией, не было проблем с Россией, я еще понимал как бы, ну я не углублялся в историю. И когда вот возникла история с нашей сборной, я стал читать и понял, что это, мне кажется, ну самая близкая история. Потому что, если коротко, что было с Израилем, он играл в Азии и в Азии, потом опять-таки конфликты военные, которых было огромное количество, и в какой-то момент просто арабские страны отказались играть с Израилем. И Израиль остался в моменте, когда просто ему не с кем играть, и вот он отправился искать новых конфедераций, нашел УЕФА. Ну, почти так, да, то есть не то, что он там пошел, его просто выгнали. Там было голосование, и там что-то 17 против 13, его исключили. Так, подожди, Израиль исключили? Исключили. То есть здесь уже нет сходства? УЕФА не исключает РФС? Россию не исключают, Израиль исключили. И более того, как я тебе говорил, что там, по-моему, в 67 году началась эта вся история с бойкотами, да? То есть в лиге, ну, в этих азиатских кубках, назовем их так, там просто клубы отказывались. То есть сначала отказались три или четыре клуба, и Тель-Авив вышел в финал, что тоже, ну, как бы абсурд. А на следующий год вообще, кроме, по-моему, какого-то там другого Макаби, да, там пятак тыква или что-то такое. И вообще никто не заявился в этот кубок, сказали, мы не будем играть там, если израильтяне есть. Хорошо, юридический переход Израиля из Азии в УЕФА, он был по каким-то уставам? Да нет, просто… Или просто… Да нет, еще раз говорю, что это голосование на Конгрессе. Если они проголосуют за то, что Израиль — это типа Европа, значит, Израиль — это Европа. Если Казахстан — это Европа, значит, Казахстан — это Европа. Ничего им не мешает принять завтра, не знаю, Китай. Ну, вообще ничего не мешает. Саудовская Аравия ничего не мешает принять. Если УЕФА решит, что Саудовская Аравия вдруг по каким-то причинам стала Европой, потому что там Роналду играет, они их примут тоже, не проблема. Недавно читал, смотрел интервью Александра Лаева, и он сказал такую фразу, что Россия не может пойти в Азию просто так, типа, с голыми руками. Мы должны прийти с большим проектом. Что может под этим подразумеваться? Слушай, я думаю, что, перефразируя Александра Лаева, он имел в виду просто, типа, у нас есть бабки, нас примут с бабками. Ну, то есть, как бы, большой проект — это большие бабки. Вот и все. Другой вопрос, что за то время, пока мы, как бы, не играем, там уже появились люди, у которых, как бы, эти деньги не вызовут никаких эмоций. Саудовская Аравия, Катар — для них это, как бы, неопределяющая вещь. Там много вопросов, Нобель. Там вопросы, окей, мы приходим туда, это же путевка на чемпионат мира, или на чемпионат, типа, Азии. Я не знаю, как там происходит отбор. Там есть уже устоявшиеся какие-то отношения. Есть топовые сборные, есть Китай, есть, типа, не знаю, Иран. Япония, Корея. Япония, Корея, да. Им зачем это нужно? И зачем им нужно, чтобы пришла суперсильная, ну, по их меркам, сборная и составляла им конкуренцию? Зачем? Это значит, что кто-то не попадет. Им надо дать аргументы, зачем? Соответственно, вот то, что об этом Аллаев и говорит. Мы им даем аргументы какие-то, да? Я не говорю, что только мы кого-то подкупали, а именно, что создаем проект. Типа новый клубный турнир. Новый клубный турнир, да. Спонсируется «Газпромом» или там чем-то еще. Вот и все. Но это то, что говорит Александр Александрович, это абсолютно логично. И, как бы, опять же, это опять же мы рассуждаем с хвоста, надо рассуждать с головы. То есть мы рассуждаем всегда в терминах лучше играть, чем не играть. Идем в Азию. Никто не понимает, будем мы там играть, не будем. Лучше давайте придем с проектом. Никто не понимает, нужен нам наш проект. Нужно первое, что выяснить вообще, они согласны на это или нет. Если согласны, уже надо рассуждать. А так, я не видел ни одного пока подтверждения того, что мы как бы туда, мы кому-то там нужны. Еще одна есть популярная версия проблемы перехода в Азию. Допустим, вопрос решен. Переход в Азию. Но, конечно, мы все хотим, и мы это уже признали, хотим, чтобы наши клубы, сборная играла в Еврокубках в UEFA с лучшими командой мира. И вот это просто возвращение. Я сейчас слышу, типа, вот вернуться, ладно-то уйти. Уйти не проблема, вот вернуться. Я полностью согласен с этим, постановка вопроса. Потому что за возвращение, опять же, вот мы сейчас приходим в Азию, должен собраться в Конгресс и проголосовать. Насколько я понимаю, двумя-третьями. И окей, мы уйдем в UEFA, то есть нас сейчас надо исключить, например, как вот Израиль, исключили две трети. Супер сильное должно быть желание это сделать. Его сейчас мы не видим. И тут мы такие встаем и выходим. И потом такие поиграли там, ну давайте вернемся. А если я не ошибаюсь, опять же, неважно, цифра, но, по-моему, тоже две трети. И тут мы должны две трети убедить, чтобы они нас обратно вернули. Понимаешь? А это уже… Очень большой проект. Это уже большой проект. Это уже большой проект. Даже Александр Александрович не предполагает, насколько. То есть ты должен ходить в Англию, ребята там. То есть, понимаешь, одно дело, они говорят, ладно, мы их исключать не будем, хрен с ними, пускай сидят, ничего не делают. А другое дело, пожалуйста, верните нас, и это будет очень жестко. Твой прогноз, сколько лет РФС, ну клубы и сборные не будут участвовать в матчах, в международных матчах? Ну, я, к сожалению, судя по тому, как вообще продвигается политическая ситуация, а это напрямую связано с ней, то я не исключаю там, типа, десятков. Десятков? Ну, от десятка и выше. Ну, я просто в это не верю. Я думаю, что этот момент, даже если все будет, к сожалению, ухудшаться, я думаю, что в этой ситуации вопрос РФС переведет в Азию. Либо, я не знаю, в океане, как ты говорил уже про Израиль. У нас страна большая, мы можем в океане играть и в Азии, и даже в Америке, наверное, с Аляской. Не знаю, Нобель, я пессимистично настроен, к сожалению. Поэтому я тебе говорю, что обсуждать эти вещи в таких подробностях мы можем это сделать, когда увидим хоть какое-то движение. Сейчас то, что видишь, любое движение наталкивается на бойкот, и нет смысла. Твои слова, Миш? Исключение из FIFA подразумевает совсем другой уровень изоляции. Сейчас в международных футбольных турнирах Россия не участвует. Но трансферная система работает, дисциплинарная система тоже. Если Россию исключат, прекратится вообще все взаимодействие с внешним футбольным миром. Вот давай так, про самый пессимистичный и стрёмный прогноз. Ты допускаешь, что Россию могут исключить из FIFA? Ну, я думаю, что сейчас это маловероятно. Потому что, ну, если все будет продолжаться так, как продолжается, то маловероятно, потому что FIFA могло давно уже нас исключить. Ничего нового сейчас не происходит. Но это действительно стрёмный прогноз. Это самый-самый пессимистичный прогноз. Когда многие говорили, давайте мы там, что нам FIFA, депутаты. Многие, видимо, они мало себе представляют, как устроена футбольная система. Давайте мы выйдем, давайте, что они нам будут говорить. Но это означало бы незамедлительная смерть вообще просто всего футбола. Кроме любительского. Тогда футболисты могли, любой футболист мог расторгнуть контракты. Российские, нероссийские, странные. Просто встать. Так, Спиртян, иди сюда. Ноль. За ноль. Так, Сафонов, иди сюда. За ноль. Это как вакуум. Знаешь, когда в одном помещении или как в фильме «Космос» открывает, космос тебя сразу туда засасывает. Так же и здесь. Просто все, кто представляет какую-то ценность, они бы, а что, футбольным клубом вот там Сафонов, за ноль. Ну класс. Агенты бы его просто отнесли на руках сами, он бы даже не успел ничего сказать. Мы говорим, окей, тогда пускай приезжают нам какие-то футболисты. Никто бы не приехал, потому что это соревнования за пределами фифашной экосистемы. Это значит, что ты не имеешь права там играть. Как бы у фифа в уставе написано, что ты не имеешь права играть в соревновании, не признанном фифа. То есть не в сборную ты не попадаешь. Ну то есть это как бы будет конец. Но мы это не допускаем. Я вижу, что наши футбольные руководители это понимают, что они не следуют политическим трендам и пытаются лавировать. Когда им даже это предлагают сделать, они говорят, типа, не надо. Поэтому я полностью их в этом поддерживаю. считаю, что еще не пришел тот момент, когда полностью индустрию надо ликвидировать. «Сборная Если завтра сборная России, РФС, какие-то легенды российского футбола, поедут все вместе, ну там, компания, группа, 8-10 человек, самые легендарные футболисты российские, поедут в УЕФА, к Чиферину придут или там в исполком УЕФА и скажут, смотрите, мы футбольная сборная России, мы всю жизнь посетили футболу, мы против любых конфликтов военных, мы хотим играть в футбол, наша цель себя реализовывать для болельщиков России, нашей страны, европейского футбола. Почему вы нам это не даете делать? Как ты считаешь, ФИФА и УЕФА могут позицию смягчить? Я думаю, что нет. Я думаю, что позицию не смягчить. Если вы, ну как бы, все заинтересованные лица, я призываю еще раз читать документы, и если вы прочитаете решение КАСА по этому поводу, там четко написано, что из-за чего этот бан? Формально из-за отсутствия безопасности. Приезд, не знаю, до Саева условного в УЕФА никак не приблизит решение вопроса безопасности. Это решение условно в УЕФА скорее политическое. И не важно, кто как себя ведет. Нет, абсолютно не важно. Еще раз говорю, что типа два противоположных вектора существует. Вектор российской власти, которая хочет нормализовать жизнь как бы, да, россиян. Ничего не происходит, мы играем. И вектор FIFA УЕФА, которые наоборот хотят, чтобы эти санкции, это отстранение показало, что нет, не все нормально. И, соответственно, если они еще разрешат российским клубам и сборной играть, настолько я понимаю их логику, если они еще разрешат им играть, то это никак не приблизит их к цели. Вот и все. Жалко, да, жалко и детей, жалко и футболистов. На самом деле это самая основная проблема, то, что они молодежные сборные не соревнуются, да, и целое целое поколение может сейчас пропадать, вырасти в неконкурентной среде. и потом ты просто не можешь это наверстать никаким образом. Миш, давай перейдем к клубным делам, потому что это тоже большая проблема. Одна из проблем. Это вот как раз вторая часть моей, помнишь, списка, которую мы обсуждали. Первое соревнование, второе клубное. с футболистами. Я правильно понял, что сейчас клубы российские, они в более защищенном положении, нежели весной 22-го года, когда в принципе любой иностранный футболист мог просто сказать до свидания, я поехал, и все, и взять билет, оказался в другом чемпионате, в другой стране, приостановить контракт, разорвать контракт, в разные были случаи. И все, и клуб российский терял игрока, то есть деньги. Слушай, ну короткий ответ на твой вопрос да. Да, конечно, это в гораздо более защищенном положении, но почему? Второй вопрос следующий, почему? Почему это произошло? Это тоже было ваше дело? Как я понимаю. Да, это было дело, которое, соответственно, когда FIFA приняла, я напомню, что в 22-м году, в марте, 7-го марта, если не ошибаюсь, FIFA приняла, так вот этот, еще раз, аннекс седьмой, да, приложение седьмое к регламенту по статусу и переходам, в котором она разрешила всем футболистам Украины и России приостановить… Легионерам. Легионерам, да. Приостановить контракты и покинуть, там, чемпионаты и заявиться там в какие-то другие соревнования. Это было, я напомню, в марте, да, то есть после окончания трансферного окна и до начала летнего трансферного окна, вот в этом, в этом промежутке. И, соответственно, клубы пошли в Лозанский суд обжаловать это решение. Вот, опять же, да, КАС принял решение об отказе в удовлетворении жалобы тоже большинством голосов, то есть один арбитр все-таки считал, что право российские клубы. Опять же, для меня это, ну, как бы, дело беспрецедентное. То есть это одно из дел, которые пойдут в историю как вот, типа, прецедент, как и Боссман, да, там, и так далее. Потому что впервые в истории, ФИФА сказала, что вот у нас есть, там, 250 стран вот в 250 странах. В чем ФИФА всегда славилась? Тем, что она создала вот эту единую экосистему, в которой национальное законодательство не имело значения. Они говорят, вот у нас есть регламент ФИФА по статусу и переходам, это ваш документ. Почему, да, мы юристы можем работать еще везде, где угодно, международные? Потому что мы не национальное законодательство изучаем, мы изучаем вот эти все регламентные нормы. ФИФА. И практику. И поэтому то, что я могу переехать в любую страну мира, там, в Зимбабве, в Америку, в Англию, и я буду, как бы, понимать, что я делаю, именно потому что ФИФА создал эту экосистему. И вот впервые, да, за 30-40 лет, ФИФА говорит, вот это все, но минус две страны. И опять же, две страны мы выводим из этой экосистемы. Почему? Потому что в Украине опасно, бомбы падают. А в России что мы спрашиваем? Они говорят, ну, а в России там, просто, ну, что просто выводим. И вот это главный вопрос, который мы так и не смогли получить ответы у нас в суде, почему это было необходимо для России. ФИФА нам сказала, потому что, ну, как бы, вдруг что-то случится, опять же, вдруг что-то случится, и футболист должен быть способен мгновенно уехать из России. Мы говорим, что? Ну, как бы, да, тогда еще никаких там опасностей для жизни не было, там ничего не прилетало в марте 22-го года, да, опасно было в Украине. Это вопросов нет. Вот. И вот главное различие было, да, между Россией и Украиной, в том, что Украине было реально опасно для жизни. И тогда мы понимаем, почему они уезжают. И мы задавали вопрос, ребят, почему вы наших легионеров отпускаете? Это большая страна. Вы отпускаете легионеров в Владивостоке. В чем проблема в Владивостоке? Объясните нам. Ну, может быть, там что-то произойдет, футболист должен иметь возможность. Не было объяснения. И для меня самый главный вопрос, который мы обсуждали с коллегами и до сих пор обсуждаем с иностранными, зачем это было принято. И вот здесь как раз, мне кажется, что это как раз наказание. То есть никакого практического смысла не было. Это наказание. То есть они приняли для украинцев. Да, это понятно, что опасно. мы можем уезжать. И потом такие, ну, блин, надо тогда что-то России принять. Давайте то же самое примем. Все. Я другого объяснения до сих пор так и не нашел. Ситуация изменилась сейчас? После вашего дела? Смотри, смотри. И как бы, опять же, то, о чем я говорил. Вот две страны, открывается дверь в космос, и все футболисты, даже те, кто не хотел, они высасываются оттуда. Мы приводили пример статистический для Лозаннского суда, что только 19 футболистов из всего вообще объема футболистов, там 60-80, не помню сколько человек было, иностранцев, кто играл в России, только 19 приостановило контракты сразу же. То есть остальные не приостановили. И только 22 приостановили летом. Вопрос, если так опасно, если так нужно уехать срочно, почему вот эти 22, они ждали полгода, чтобы приостановить контракты. То есть как бы вопрос в том, что вся эта история, куда ты начинаешь ее копать про Россию, ты упираешься в деньги. То есть не в то, что типа опасно, не в то, что моральные какие-то там у них были убеждения у футболистов, а то, что просто это деньги. Вольбуна. Я не могу, я хочу уехать, моя семья просит меня уехать. Через год я не нашел контракта, я вернулся. Норман. Я хочу уехать. Два раза вернулся. Защитник в Урале играет из Рубина. Не помню, как его зовут. Высокий. Бегич. Я не могу в Рубине находиться. О боже. Перешел из Рубина в Урал. Любой ты кейс берешь, и ты понимаешь, если ты вот те люди, кто сразу уехал, вопросов нет. Окей, вы встали и уехали. Вы сразу сказали, что мы не будем этим заниматься. Обельгор. Травма. Дай-ка я долечусь лучше сначала в Рубине. Так опасно, что я буду тут лечиться, получать зарплату, и как только я вылечу свою ногу и получу предложение, я уеду. Вопрос. Если так невыносимо здесь, почему ты 4 месяца находишься в России и лечишь за счет клуба свою травму, и куда ты ни копни. Вот у меня главный вопрос к FIFA. Ребят, а вы вообще изучали необходимость этого? Они говорят, да, мы изучали. Я говорю, покажите. Мы в суде говорим, покажите. Они говорят, ну вот у нас есть европейская клубная ассоциация, она представляла клубы. Мы говорим, наши российские клубы исключены все из этой ассоциации. Они говорят, у нас есть FIFA Pro, который представляет футболистов. Наше FIFA Pro исключено. Они говорят, ну вот мы советовались друг с другом, все собрались, покажите нам эти самые логи. Они присылают нам письмо. Прежде чем принять решение, которое нанесло ущерб, там 60-80 миллионов разной оценки, был один зум-кол на час. Один зум-кол на один час провело FIFA с этими организациями, чтобы принять такое решение. И мы в суде говорим, ребят, это не должная консультация, это не консультационный процесс. Вы не доказали необходимость. И вот для меня это большой вопрос, для чего это все было сделано. А 13 футболистов в марте заключило соглашение о расторжении по соглашению сторон. То есть началось СВО без всякого FIFA. Пришел там типа, не знаю, Ракицкий, пришли там, не знаю, еще играли в «Динамо» защитник… Ордец. Ордец. Все, у кого были проблемы, пришли к Галицкому, да, бразильцы там все. Он им… Скандинава. Да, Скандинава. Пришли в «Рубин», там, «Дерейры» и так далее. Я говорю, ребят, «ФИФА» нам не нужно. Люди сами все понимают. Люди взяли и расторгали контракты. И клубы не стали им препятствовать. И тут пришло «ФИФА», как сломал посудную лавку, и говорит, а теперь все, кто хочет, на выход. И, соответственно, мы говорим, ребята, это не нужно, мы уже все решили. Нет, на выход. И те даже, кто не хотел уходить, им начинают звонки от агента. А, слушай, ты свободный, я там тебя нашел клуб в Европе. Давай. Да я не хочу. Да нет, давай сейчас. Мы получили тут подъемные и агентские. И мы еще второй раз за этот период получим подъемные агентские. Ну, кто тут устоит? Собственно, вот и все. И я для меня это… Я до сих пор не могу это решение как-то принять. И это как раз то решение, которое ты мне говоришь. Зачем? Вот вы проигрываете, вы там судитесь. Рассказываю. Мы судимся. И через полгода ФИФА принимает, проигрываем. Через полгода принимает третью редакцию этого документа, учтя абсолютно все наши вопросы, которые мы поднимали. Понимаешь? Потому что ФИФА не может проиграть в Лозаннском суде, как мы уже знаем, но ФИФА слышит, когда им говоришь разумные вещи, когда им говоришь, что ты не можешь использовать аннекс седьмой для переходов внутри России. Ну, вроде как в России опасно, но ты переходишь из Рубина в Урал. В чем смысл? Ты не можешь использовать аннекс седьмой для перехода. Условно говоря, ты после начала своего года играешь в России, а потом через год говоришь, ой, точно, это же опасно. И переходишь через год. Ты должен был отреагировать моментально, как отреагировали там, ну вот Хван Эмбоум, например, встал и уехал. И там остальные ребята. И ФИФА все эти лазейки закрыла. И как бы, не знаю, мы были очень довольны тем, что по сути, как бы, юридически мы проиграли, но по сути мы донесли до ФИФА все это решение. И мы с коллегами многими говорили, они говорят, ну, ребята, вы выиграли. Не важно, что написано, но вы добились того, чего вы хотели. Ну, сейчас, как это выглядит? Сейчас, допустим, можно... Подожди. Важный момент, отвечая на этот вопрос. Когда ФИФА приняла это решение, никто не понимал, может ли кто-то там, футболист, уехать в любой момент или не может. Как, помнишь, был этот самый уругвайц, который в ночь у Динамо... Варелло. Варелло, да. Тут тоже, потому что ФИФА говорит, а вы можете в любой момент уезжать, просто типа смс-ку отправьте и уезжайте. Варелло в ночь перед матчем с торпедо просто уехал. И потом агент, я это приводил в суде, я интервью агента, агент говорит, ну, если Динамо захочет предложить нам лучший контракт, мы попробуем, подумаем вернуться или не вернуться. Это интервью агента. Я говорю, ребят, вы видите, что вы делаете? Вы пробуждаете худшие качества в людях. Вот. Жадность. Жадность, да. Алчность. Семья, говорит, защитник центральной Динамо, семья, говорит, у меня против. А потом через год, в принципе, уже не против. Я не знаю, я не уточняла, может у него сменилась семья. Ну, просто вот это все, знаешь, хипокрисия, лицемерие, оно очень сильно проявилось здесь. И вот очень важный вопрос, что клубы добились все-таки юридического признания того, что мы можем заключить соглашение с футболистом об отказе его от реализации этого права. То есть клубы и футболисты могут договориться, что я не использую больше этот аннекс седьмой. И теперь все российские клубы, как ты правильно говоришь, защищены, потому что все российские клубы теперь включают в пункты соглашения с новыми футболистами, которые приезжают, что я отказываюсь от своего права реализации аннекса седьмого. И Игорь Гива отписывается? Ну, конечно, если ты приезжаешь в Россию. Условно говоря, если начался ураган, и ты поехал кататься на велосипеде уже туда, где этот ураган, и ты знаешь, что там ураган, то ты не можешь потом говорить, а что вы меня не предупреждали? Есть ли случаи, когда футболист отказывает подписывать пункт про аннекс седьмой, но при этом его клуб берет в Россию? Сейчас я таких случаев не знаю. Но они были? Ну, опять же, я из прессы только знаю, например, про там, многие футболисты того же «Зенита», если я все правильно понимаю, там шли какие-то разторги, да? Типа, там, не знаю, кто-то подписывал, кто-то не подписывал. Я не знаю подробностей. Вот, вот, когда не было вот этой победы, да? Победы. Да. Ну, если не было новой редакции, тогда было непонятно. Этот вообще подписанный, этот даже документ, он как бы нас защищает или не защищает? Многие клубы пришли к футболистам и говорят, давайте это самое, подписывать. Они говорят, ну давайте, да, продлевать контракт, или давайте зарплату побольше мне сделать. Если я подпишу. Ну и клубы до последнего, до последней редакции не были уверены в том, что вот эта подпись, она их защитит. Может быть, они потом скажут, ну… Сейчас защищает. Сейчас точно защищает сто процентов. Это самое главное последствие нашего суда. Кроме Нормана. Норман взял, сказал, что ему в России, в Москве небезопасно, что он живет в Сити и так далее. И вот он собрал Саудовскую Аравию. Очень гневные были интервью руководства Ростова, руководство Динамо. Ну парень взял, поехал, спокойно играл в Саудовской Аравии. И никакой FIFA ему это не запрещает. Он получает деньги… А FIFA ему и не может запретить. Дело в том, что… Ну как, у него контракт действующий. Да. А он взял и поехал играть в другой стороне. Вот, собственно, это то, о чем я говорил, что FIFA должно было сделать изначально. Я ему говорил, ребят, вот вы сейчас просто всех под одну гребенку гребете, да? То есть и клуб из Владивостока, и клуб из Ростова, да? Где оно прилетает, объективно, да? Из новостей. Кейс бай кейс – это выход. Создайте… То, что я говорил недавно на конференции. Создайте орган, который будет в течение одного-двух дней, какой-то ад-хок суд специальный, который будет в течение одного-двух дней реагировать. Ну, прилетела какая-то там, типа, да, ракета условно, приходит Норман, я боюсь там, да, я хочу уехать. Они смотрят, так, окей, там, типа, правда-неправда, да? И решают. Но не надо всех… Они всех же… Давай вернемся. Норман сейчас играет в Саудской Аравии, по закону? Да. Так, получается, не работает анекси? Нет. И то, что он играет по закону, не означает, что анекси не работает. По закону он расторг контракт, и теперь понять, правильно он его расторг или неправильно, должен суд. И если… Он расторг в односторонном порядке? Да. Он расторг в односторонном порядке. И имел ли он на это основание, действительно ли было так опасно Норману жить в Москве или нет, решит суд. И, насколько я понимаю, Ростов и Динамо… Динамо. Они должны обратиться в FIFA, но то, о чем… Они обратились? Я не знаю. То, о чем они декларировали в прессе, они должны обратиться в FIFA и доказать в FIFA, что Норман был неправ. До… Это может продлиться до двух лет. И Норман не должен ждать этого решения, он должен играть. Потому что футболист не может два года сидеть и ждать, правильно он расторг или неправ. Если он неправильно расторг, ему пролетит финансовая компенсация, дисквалификация, и плюс его новый клуб, не помню какой, получит тоже солидарную ответственность. И его новый клуб получит тоже обязанность выплатить эти деньги. У вас есть лицензия агентская? Да. У Силы. Для чего она вам? Слушай, ну мы не являемся агентами, мы являемся юристами. Но сейчас произошла новая реформа FIFA по агентам, и FIFA установила очень сложный экзамен, для получения этой лицензии. Более 48% не сдало. То есть агенты приходят на экзамен, половина не сдаёт. Мы получили эту лицензию для того, чтобы просто помогать нашим клиентам. У нас есть клиенты, у которых есть футболисты, но они не являются агентами сами. У них нет лицензии. Поэтому мы при осуществлении определённых сделок, мы, по сути, сдаём им в аренду эту лицензию. Это нормальная деятельность, мы достаточно давно этой деятельностью занимались. То есть, грубо говоря, вы просто… Мы фронтим сделку, да. Мы получаем деньги и отдаём ему его часть, оставляем нашу комиссию. Это абсолютно… Какая у вас комиссия? У нас от 5 до 7,5%. То есть, как бы, абсолютно в рынке. Ты видишь то, что спустя… Ну, по сравнению с прошлым летом, сейчас большее взаимодействие происходит между командами российскими и европейскими. То есть, больше трансферов стало. И как-то проблема, которая была очень актуальна год назад, что вот типа, как переводить деньги там, например, да, или как документы не обмениться. Как будто бы она уже сошла на нет. Слушай, она не сошла на нет абсолютно точно, да, потому что, ну, как бы, мы вовлечены во множество трансферов, и это всё ещё огромная проблема. Если раньше ты мог просто, типа, договориться, подписать… Я помню, что трансферы совершались там, типа, за полчаса до конца трансферного окна, там, типа, да, на флажке, у тебя не было проблем. То есть ты мог… У тебя нравятся футболисты, ты мог подписать трансферный там по скану и отправить его там в Англию. И всё. И все стороны были уверены, что всё пройдёт гладко. Сейчас создаются там, типа, не знаю, чаты с юристами всех там, типа, клубов и консультантами там, и банковскими, и налоговыми, и так далее, за месяцы до окончания трансферного окна, чтобы просто этот трансфер провести. Потому что ситуация постоянно динамическая, там, вводятся санкции. Если у тебя, у клуба был там, типа, открыт счёт в таком-то банке, никто не гарантирует через два дня, что он там будет, банк, не отключён от Свифта. А эти самые, как их называют… Страны принимают какие-то решения на уровне, там, типа, понятийных, что мы не берём футболистов из России, что мы не получаем… там, у нас был недавно трансфер, типа, никаких юридических проблем не было. Просто они сказали, мы не хотим принимать трансфер из России. Всё. Что хотите делать? Деньги из России. Деньги. Ну, мы говорим, нет же таких запретов. Он говорит, ну, это мой запрет, личный владелец. Я вот не хочу… Это сусол ты говоришь? Не, не, не хочу говорить. Просто я не буду принимать. Что хотите делать? Ты не можешь… Но есть те, которые спокойно идут на контакт. Есть… Не смотри, все глобально на личном уровне идут на контакт абсолютно спокойно. Бизнес – это бизнес, да. Тем более, там, футбольный бизнес. Все понимают, что футбол, как бы, да, и СВО – это где-то там вообще на разных планетах. И одно дело там, да, ну, какие-то контакты в военных там, типа, в каких-то поставках – это другое. Футбол никто не ассоциирует, честно тебе скажу. Вот я со многими общаюсь и там и с клубами, и с юристами, и с футболистами, агентами. Никто не воспринимает представителей российских клубов и российские клубы как каких-то виновных в этом конфликте. И на них не перекладывают. Но есть санкции, там уже сколько – 12 пакетов. Есть американские санкции, есть европейские санкции, и есть, в принципе, политическая воля. Что, например, там, типа, не знаю, австрийцы говорят – мы не будем брать из России. У нас там, типа, на уровне государственной политики мы приняли такое решение. Звонишь в клубы, они говорят – мы не берем просто. Sorry. Просто хороший футболист, супер-классный, но не берем. Ну, это, наверное, в основном Англия. Англия, Австрия, чуть-чуть там Германия, может быть. Я знаю, что там три-четыре футболиста российских, они прямо под присмотром сейчас европейских скаутов. И я вот смотрю на Испанию, да, например, там приезжают украинцы, Цыганков, Довбик, которые стали лидерами, да, там, типа, успанского футбола. Не клуба даже, а прямо футбола. И я вижу, что наши футболисты и ребята вообще ничем не хуже, да. То есть, как бы, украинские могут и наши тоже могут, да. И вопрос в том, что, когда этот момент наступит. Конечно, сейчас на украинских там небольшая мода, да. Многие говорят, что да, а, украинские давайте. Да, и Мудрик, и Цыганков, и Довбик. Они почему все переходят именно за последние полтора года? Не потому что какой-то взлет украинского футбола, да. Они, безусловно, качественные топовые футболисты. Но мы понимаем, что чемпионат Украины сейчас неконкурентный, да. Они, к сожалению, играют в тех условиях, в которых трудно прогрессировать. Но при этом футболисты приходят и играют офигенно. Мне кажется, наши футболисты могли бы не хуже. Поэтому я уверен, что вот в следующее летнее трансферное окно, в зимнее, не знаю, может быть, кто-то перейдет, но в летнее будут переходы. Тем более, что ряд футболистов топовых станет свободным агентом. Очень часто встречают такие разговоры, слухи. Не знаю, правдивые, неправдивые, что очень часто появляется нал в разнообразных платежах. В том числе, вот были такие разговоры про то, как «Зенит» взаимодействует с командами из Бразилии. Такое вообще возможно? Ты встречал такое? Я не встречал, нет. Ну, я не представляю себе, как может быть нал с командами из Бразилии в миллионы евро. Я такого не встречал. А вообще-то легально? Я думаю, что нет. Нелегально? Я думаю, что это нелегально. Я встречал разные другие схемы. Покупка через криптовалюту, переводы достаточно больших сумм. Через покупку… А, то есть криптовалюты платили за футболистов? Да, да, да. Да ладно. Да, да, да. Ну, то есть нужно было перевести деньги. Сейчас банковская система мировая и та часть ее, которая работает с Россией, она достаточно сильно перегружена и испытывает проблемы. И зачастую оплата за трансфер куда-то за границу российского клуба – это целый квест. И некоторые клубы, в частности, осуществляли оплату с помощью криптовалюты. Скажи, актуальная тема. К тебе обращались российские футболисты с просьбой помочь в частных историях? Я не знаю, открыть счет в Дубае, в Турции, в Казахстане, купить недвижимость в тех же Эмиратах, купить евро, доллар. Такое было? Слушай, у нас есть направление в бизнесе, которое не связано со спортом. В крупных консалтинговых компаниях это называется помощь частным клиентам. У нас есть такое направление, у нас работает несколько юристов, когда именно тебе нужно развестись, составить брачный контракт. То есть это не связано со спортом, но это твои клиенты, которым ты должен оказать полный пакетж услуг. Подожди, то есть ваша компания может помочь футболисту заключить брачный контракт? Да-да, у нас такое было. Например, бразилец сыграл в России, он женился на русской, и он говорит, типа, любовь-любовь, но помогите мне заключить брачный контракт. Квартира, разводы, заключение брачных контрактов, покупка недвижимости, продажа недвижимости, биткоины, NFT, покупка, не знаю, ресторанов. Все это минимальный какой-то перечень, который мы делали для наших клиентов. Хорошо, вы счета открывали за последний год в Дубае футболистам российских? Часто такое происходит? Нет, не часто, но несколько открывали. И в Дубае, и в Европе. Я вообще, честно сказать, не видел более сильного кейса, подтверждающего, что UEFA это просто какая-то машина. Потому что, напомню, что, кроме PSG, все команды Европы, по числе английские, подписались под Суперлигой, кроме PSG. Да, только они вылетели через 5 минут. Но UEFA включил не то, что какие-то футбольные возможности. Президент Франции, премьер Великобритании, остальные большие политики выступали против Суперлиги в течение 3-4 дней. Я такого не мог себе представить, что проблема Лиги чиновников будет обсуждаться на руке. И в итоге что с Ювентусом произошло? И в итоге до последнего они добили остатки тех, кто сопротивлялся. Ювентус, Барселону, Реал Мадрид. Добили до того, что клубы просто должны были забыть, как Старашинсон. Все должны были уйти чиновники. Еще раз, это тебе подтверждение, еще раз, того, что вертикальное устройство футбола, FIFA, UEFA, Федерация, Лига, клуб, футболист, болельщик, вертикаль, она как бы не подразумевает, что придет какой-то чувак, а давайте я вот здесь буду. Нет, ты должен сверху получить, да, и ты можешь быть UEFA условной, да, только получив согласие от FIFA. Ты не можешь просто притискать, а я вот типа… Это получается вот в этой вертикали, вот эти ребята-клубы, которые находятся на пятой итерации там вниз, они говорят, а теперь мы будем вот типа вот на месте UEFA. Не-не, так не получится. Скажи мне, FIFA и UEFA это добро или зло? Я считаю, что это абсолютно точно добро. Добро? Добро. Абсолютно точно добро. Ну, как бы понятно, что кто задает вопрос. Типа для кого, ты спрашиваешь. Если для футбола в целом, это добро прям тысячепроцентное, потому что посмотри на другие виды спорта, на баскетбол, да, популярные виды спорта, баскетбол или там тот же самый хоккей. Они даже близко не настолько развиты и не распространены по всему миру, как футбол. Почему? Не потому что вот там типа мяч ногой пинать – это круто, а вот рукой его кидать – это не так круто. Это не так. Потому что FIFA за счет того, что вот опять же сделала вот эту всю систему вертикальную и самое главное распространила все свои правила на всю территорию мира, она создала эту экосистему, за которой интересно наблюдать. То есть тебе интересно, что по этим правилам живет там типа клуб в Зимбабве, клуб в России и клуб там, не знаю, в Америке. Они все живут по одним и тем же правилам и они все завязаны в одну экосистему. И самое главное, что в случае нарушения этих правил, да, они все одинаково будут наказаны FIFA или UEFA или там любой организации. Это делает возможным FIFA и UEFA консолидировать вот эти все спонсорские теле, права и так далее в одних руках. И это делает возможным привлечение бабок в эту экосистему. И самое главное — трата. Что у нас происходит там, возьми, хоккей. Типа кто-то едет на чемпионат мира, кто-то не едет на чемпионат мира, кто-то там какие-то драфты у кого-то случаются, то вратарь может уехать в НХЛ, то вратарь не может уехать в НХЛ. Вообще никто не понимает, что происходит. Каждая лига играет в свои какие-то игры. Кто-то принимает допинг, кто-то не принимает допинг. И вот это все не позволяет хоккею стать там… Я думаю, не только это не позволяет. Помимо климатических… Ну, лед — это не проблема сейчас. Я к тому, что… Понимаешь, FIFA — две стороны одной медали. С одной стороны, они говорят, что вот узурпация, как сказать, отсутствие демократии или отсутствие учета другого мнения — это одно. А с другой стороны, мы превратили этот спорт, мы превратили чемпионат мира, мы превратили там Еврокубки и все остальное именно благодаря тому, что мы все это как бы держим в вежовых рукавицах. Понимаешь? Один закон, одна экосистема, одни правила — все. И это делает глобальным, понимаешь, вид спорта. Две темы, которые перманентно обсуждаются в контексте главного турнира UEFA — Лиги Чемпионов. Первая тема, что рано или поздно финал Лиги Чемпионов будет в Нью-Йорке. Ну, говорят про Нью-Йорк, Северная Америка обычно, именно Америка, потому что хотят перебить Супербоу. Мечта. Как я понимаю, обсуждают в прессе Супербоу, что вот-вот будет финал Лиги Чемпионов в Нью-Йорке, либо в Бостоне и так далее, в Майами. И вторая тема, что саудовцы хотят купить уайлдкард для своего чемпиона в этот турнир. Как ты считаешь, юридически это возможно? Да, абсолютно. Это коммерческий турнир. Организатор УЕФА может что угодно с ним делать. Ты же видишь, что они сделали с этой системой швейцарской. Все диктуется бабками. Это не плохо. Я не в негативном. Опять же, разница в чем между УЕФА и Саудовской Аравией? О том, что УЕФА эти деньги зарабатывает за продукт. Они его зарабатывают за телеправа, за билеты, за все. И они могут также продать билеты Саудовской Аравии. Вот и все. А где Саудовская Аравия берет эти деньги, да? И как они привязаны к реальным потребителям этого продукта? Это другой вопрос. То есть ты веришь, что клуб Саудовской Аравии сыграет на Лиге Чемпионов УЕФА в Нью-Йорке? Я бы даже на это посмотрел. С удовольствием. Нет, почему нет? Валерий Карпин недавно сообщил о том, что футболистам молодым российским желательно уезжать в топ-чемпионаты для прогресса. Что ты можешь предполагать молодым юристам? Идти работать в силу. На самом деле, когда мы вешаем объявления на каких-то там хэдхантерах или в наших соцсетях о том, что у нас открыта вакансия, у нас реально мы получаем 30-35 резюме. Ну просто сразу. Потому что на самом деле очень много молодых юристов понимает, что, к сожалению, реализация профессиональная в обычной юриспруденции, обычной юриспруденции я называю без всякого пренебрежения, но это как бы гражданское право и так далее, достаточно затруднена сейчас в России. По определенным причинам, все могут сами понять по каким. А спортивная юриспруденция – это как какой-то Диснейленд. То есть ты занимаешься одновременно тем, чем ты любишь, и ты общаешься с футболистами, с клубами, и при этом ты реально занимаешься юриспруденцией. У тебя огромное поле для самореализации, потому что огромные белые пятна существуют. Пиши книги, статьи, езжай на конференции, занимайся, не знаю, саморазвитием. Не знаю, молодым юристам я бы посоветовал действительно читать очень много… Если ты читаешь по-английски, очень много литературы доступно по спортивному праву. Читайте, совершенствуйтесь, и когда появится вакансия в компании «Сила», обязательно присылайте свое резюме. Сливать видео дзюбы – это законно или незаконно? Незаконно. Незаконно? Нет. А смотреть видео дзюбы – законно или незаконно? Я думаю, что если это оказалось в сети, то это законно, но неправильно. Потому что ты помогаешь тем, кто его слил, достигнуть своей цели, а именно хейта и давления на человека. Уезжать за границу, как советовал Карпин – законно или незаконно? Конечно, это законно. Конечно. Ну, то есть, опять же, пару слов. То, что Карпин сказал, мне кажется, его слова раздули и вырвали из контекста. Потому что он сказал, что если хотите прогрессировать – уезжайте. Что в этом нового – непонятно. Потому что культ отъезда за границу у нас существует уже лет 30. И все и мостовые, и все остальные люди, кто начали Карпина за это ругать, мне кажется, сами играли за границей. Большинство. О чем ты мечтаешь профессии? Слушай, я мечтаю, если честно, закончить свою книжку третью. Я сейчас пишу книжку, но настолько много… Я возлагал очень большие надежды на ковид, когда я оказался на даче. Но, к сожалению, когда ты оказался на даче, много всяких других отвлекающих этих самых факторов. А потом вот это все понеслось и тяжело. О чем книга? Рабочее название – это Handbook of Sports Lawyers. На английском будет издана, на русском. Эта книга исключительно практическая. То есть разбираются все ситуации со стороны футболиста и юриста клубов. Вот пришел к тебе футболист. Медосмотр. Можешь ты отказаться от подписания после медосмотра или не можешь? Все практические вещи. Футболист подписывает налоги, расторжение контракта, билеты, трансферный контракт подписывает. Есть ли там опции со следующей продажи. И так далее. Это исключительно практика, подтвержденная кейсами из моей жизни. У нас настолько много было дел уже, что мы можем проиллюстрировать любую историю. Поэтому это без всякой теории. Просто вот открываешь, у тебя случилось что-то, открываешь. Ага, вот Миша советует так сделать. Ну слушать, не слушать – это мое дело. То есть хочется поделиться, накоплен определенный багаж. Хочется им поделиться с теми, кому нужно. Миша, что будет дальше с точки зрения российского футбола? Слушай, хочется, чтобы все было хорошо. На самом деле время тяжелое сейчас во всем мире. Конфликты количество увеличивается. И, честно говоря, хочется, чтобы как можно скорее наступил мир, и люди вернулись к своим нормальным делам. Футболисты играли в футбол, юристы помогали им решать их проблемы. Комментаторы комментировали, операторы снимали. Хочется уже не заниматься doom-скроллингом каждый день, а хочется нормально реализовываться в своей профессии. Я это всем желаю, не только в футболе, во всем их других сферах. Было? Было. Это идеально. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова